В 1998 году первые фильмы сюда привозили, действительно даже не было такого понятия арт-хаус в общем-то в русском языке. Я взял на себя смелость импортировать это слово, продвигать его, раскручивать вокруг него всю нашу деятельность. С тех пор прошло много времени, мы в общем-то выпустили, уже собрали библиотеку из более чем 400 картин, очень многое изменилось, и в общем-то кино стало во многом более доступным. Вы знаете, что все сейчас можно найти в интернете, еще где-то, но мне кажется очень важным опыт коллективного просмотра кино, увидеть кино на большом экране, когда ты можешь сконцентрироваться, хотя ничто не отвлекать, и когда вокруг тебя есть люди, с которыми можно, кино или обсудить, или хотя бы просто обменяться взглядом, слышать их реакцию, сравниться с своей реакцией. Мне кажется, кино изначально создавалось как такое коллективное массовое зрелище, понятно, можно смотреть, что сейчас как угодно находится на экране своего айфона, но вот большой экран все равно это вот такая квинтэссенция кино, которую ничто не заменит. Мы постарались сделать для вас такую интересную и разнообразную программу, и я правда очень надеюсь, что мы, объединившись с организаторами фестиваля, можем привести в ваш город столько замечательных фильмов. Во-первых, сейчас вы увидите картину «Ведьма войны». Потрясающая картина, очень неожиданная, необычная, снял ее в Африке канадский режиссер Ким Буэд. Я увидел этот фильм в прошлом году на Берлинском фестивале, он совершенно потряс, и я долго сопротивлялся этому внутреннему желанию купить это кино, потому что у меня было ощущение, что это прекрасный фильм, потрясающий, он мне анимационально настолько тронул. Ну, я же знаю, как тяжело такое кино прокатывать в России. В общем-то, я прошел длинный путь, я потратил, растерял немножко наивности, с которой я все это начинал, и вот все равно эта картина меня не отпускала. В общем-то, это фильм о судьбах детей-солдат в Африке, который, ну, это реально такая история, проблема, в которой увлечены десятки тысяч людей, когда во время секции гражданских войн и вооруженных конфликтов противоположающие стороны забирают в армию детей, вручают им оружие и отправляют убивать друг друга. Я думаю, ну, как вот в России, вот увидите людей, что надо эту историю посмотреть. Ну, вот, может быть, настолько сильно было эмоциональное воздействие этой картины на меня, потому что это не только история о детях-солдатах, это еще и потрясающе трогательная история любви. И вот, вы видите, фильм уже начинается таким шоком, но потом вас ждет замечательная любовная история. Фильм о том, как человек может становиться человеком в любой, в любой обстановке, находиться с его близкого человека. И, в общем, я не удержался, подумал, нет, что он должен его купить. Ну, а далее фильм. Стал собирать множество призов по всему миру, он получил приз за лучшую женскую роль в Берлине, он победил в Нью-Йорке на фестивале Трайбека, один из самых престижных в Америке кинофестивалей. Еще много где был показан, ну, и, в конце концов, был номинирован на награду Американской киноакадемии на Оскар в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Так что, отойдет на всего пяти фильмов со всего мира, которые номинированы на эту награду. В общем, я понял, что не прогадал. Я рад, что вы здесь этот фильм увидите. Вообще, фестиваль это здорово, потому что фестиваль позволяет собрать как публику, которая, может быть, прошла бы мимо. Знаете, просто вот какой-то горбым фестиваль в фильме иногда, ты читаешь сводки, обидно там, за неделю, ты посмотрел 15 человек. А у вас здесь, вот в этом зале больше смотрит этот фильм, чем во многих городах миллионников. И вот, миллионников его увидело за все время. Субтитры сделал DimaTorzok